Добрый день, участники организатора 7-го Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи-2021». Рад вас приветствовать. Всем здоровья, успехов. Особенно хочу поблагодарить организаторов этого научного форума. Второй раз они нас уже собирают на подобной площадке. Также еще раз всем успехов и здоровья. Тема сегодняшнего доклада – это регуляторное влияние метаболитов на супопуляционный состав и функциональную активность моноцитов у онкологических больных. Надо сказать, что интерес к моноцитам растет и в том числе при онкологических заболеваниях. Изучаются и у больных, соответственно, при различных онкологических заболеваниях в эксперименте на экспериментальных животных. Связано это с тем, что, с одной стороны, моноциты принимают весьма активное участие в реализации противоопухолевого иммуникета. Они, во-первых, принимают участие в ключевых реакциях врожденного иммуникета. Ну и к тому же они являются предшественниками макрофагов и гендритных клеток. Ну и особенно в последнем случае, соответственно, инициируют и опосредуя специфический противоопухолевый иммунитет. И в связи с этим, безусловно, их роль, их механизмы функционирования действительно должны быть изучены с той точки зрения, что подобные технологии уже используются. Используется это, в частности, гендритно-клеточная вакцина, которая уже не один год в различных технологических версиях, соответственно, используется для лечения различных онкологических заболеваниях. И здесь, соответственно, основной механизм, основное, точнее, участие моноцитов заключается в том, что из них они выделяются из периферической крови больных. Соответственно, затем, с помощью цитокинов и специфического опухолевого материала, соответственно, формируются зрелые гендритные клетки, которые обладают механизмом инициации специфического противоопухолевого иммунитета. А в то же время не надо забывать, что моноциты на фоне злокачественного роста могут быть и предшественниками иммуносупрессорных клеток, которые входят в состав клеточных популяций опухолевого микроокружения. Связано-то с тем, что моноциты крови – это, в общем-то, достаточно гетерогенная, весьма лобильная группа клеток, которая в зависимости от комплекса регуляторных факторов, соответственно, может реализовывать достаточно широкий диапазон механизмов в рамках опухолевого роста, то есть и с точки зрения противоопухолевого иммунитета, и с точки зрения проопухолевой активности. Ну и вот то, что я уже сказал, то, что речь идет о гетерогенности моноцитов, на сегодняшний день по экспрессии двух маркеров – это рецепторы CD14 и CD16 – выделяют три суппопуляции моноцитов. Классические моноциты, активно экспрессирующие молекулы CD14 и неэкспрессирующие молекулы CD16, являются провоспалительными клетками с высоким уровнем миграции, фагоцитоза, синтеза противопровоспалительных цитокинов, такие как, например, интерлейкина-1 и фактор некрозоопухоли альфа. Промежуточные моноциты – вторая суппопуляция моноцитов, также активно экспрессирующая молекулу CD14 и уже экспрессирующие также молекулу CD16, являются противовоспалительными клетками с высоким уровнем фагоцитоза и ангиогенеза, но с низким уровнем синтеза цитокинов. Ну и третья суппопуляция моноцитов – это неклассические моноциты, которые слабее экспрессируют рецепторы CD14 и также экспрессируют молекулу CD16 и являются противовоспалительными клетками, обладающими повышенной тропностью к эндотелию сосудов, соответственно, миграционной активностью. Ну и, как вот показано на слайде, предполагается, что изменение суппопуляционного состава моноцитов в крови определяется созреванием клеток, причем наиболее зрелой стадии являются неклассические моноциты. Ну, то есть речь идет о том, что, соответственно, вот суппопуляция непоследовательно по мере созревания моноцитов формируется. Ранее мы уже изучали, и на одном из форумов в Санкт-Петербурге я докладывал по поводу особенностей фенотипического состава моноцитов в крови у больных раком почки. Было обнаружено, в частности, увеличение количества неклассических моноцитов. Мы также исследовали химилиминцентную активность, активность моноцитов крови у больных, которые реализуются за счет синтеза активных форм кислорода. С помощью химилиминцентных методов мы тогда оценивали синтез первичных активных форм кислорода и вторичных активных форм кислорода. С помощью корреляционного анализа смогли связать с субпопуляционным составом и также продемонстрировали о том, что наибольшей химилиминцентной активностью обладают классические моноциты, ну и минимальной химилиминцентной активностью обладают неклассические моноциты, которые выделяются, соответственно, и у здоровых, и у больных раком почки. Ну и также необходимо отметить, что субпопуляционный состав моноцитов, которые формируются в крови за счет, в том числе, ну на фоне если онкогенеза, то, соответственно, за счет широкого спектра различных патогенетических факторов, которые, соответственно, на системном уровне реализованы в организме у пациента, то эти клетки могут, соответственно, и формировать разный вариант гендритных клеток в конечном счете с разной костимуляционной и антигенпрезентирующей активностью. Тоже мы по этому поводу в свое время был сделан доклад. И вот наши коллеги также, ну и плюс дополнительная литература, то есть по этому поводу имеется доказывающее, что да, от субпопуляции моноцитов будет зависеть и функциональная эффективность сформированных гендритных клеток. На сегодняшний день выделяет целый спектр опухолевых механизмов иммуносупрессии. Опухоль, безусловно, защищается, защищается весьма активно. Широкое разнообразие, в частности, опухолевые клетки увеличивают уровни экспрессии молекулоконтрольных точек, таких, например, как PD-L1 и FASAL. За счет действия различных регуляторных механизмов в опухолевом микроокружении гендритные клетки в большей степени экспрессируют такие легенды, как B7, например, которые взаимодействуют CTL-4 на Т-лимфоцитах, тем самым подавляя функциональную активность последних. Опухолевые клетки модифицируют опухолевое микроокружение, производя избыток различных кислых метаболитов за счет своей деятельности. За счет синтеза активных форм азота, которые также могут, соответственно, стимулировать и синтез активных форм кислорода, некоторые из которых также обладают иммуносупрессерной активностью, выделяют ряд ферментов, такие как аргеназа, в частности, и различные иммуносупрессерные механизмы, цитокины, такие как, в частности, TGL-бета, интерликен-4. Безусловно, проопухолевой активностью также обладают и строма опухоли, которая также продуцирует целый спектр иммуносупрессерных механизмов. Совместно такая симбиоз самой опухоли со стромой в целом формирует тот ингибирующий эффект, который весьма эффективно в ряде случаев подавляет специфический противоопухолевый иммунитет. Ну и в конечном счете это все может быть реализовано через паптос, анабиоз эффекторных клеток иммунной системы, которые реализуют противоопухолевую, должны реализовать противоопухолевую активность. И вот в рамках подобных механизмов все больше интерес вызывает механизмы, связанные с метаболизмом опухоли, то есть такой механизм иммуносупрессии, можно назвать метаболическим механизмом иммуносупрессии. Связан он, безусловно, с фундаментальными процессами в самой клетке, то есть речь идет о том, что клетка живет, дышит, то есть соответствующим образом у нее организованы энергетические процессы. Эти процессы и энергетические, и пластические весьма сильно изменены и за счет того, что сама биология клетки нарушена. И вот измененный метаболизм, соответственно, и забирает из окружающей среды питательным, с большей активностью забирает питательные вещества, которые также нужны и эффекторным клеткам иммунной системы с противоопухолевой активностью, и выделяет, наоборот, ряд метаболитов, ряд ферментов, которые, соответственно, обладают иммуносупрессорной активностью. То есть вот подобный механизм, он реализован, ну, в частности, показан механизм, связанный с активными формами азота, оксид азота, который может быть преобразован также в активные формы кислорода. В целом, вкупе, они нарушают миграцию Т-лимфоцитов. Опять-таки, оксид азота и активные формы кислорода, они уже, их количество увеличивается в опухолевом микроокружении за счет изменения метаболизма, выделения в окружающую среду различных ферментов. Более известный механизм, связанный с анаэробным гликолизом, который реализуется в опухолевых клетках, и вот следующий слайд на этом более подробно, соответственно, будет показан. Ну и, в частности, опять-таки, за счет того, что клетка активно делится, активно пластические процессы реализуются, энергетические, то клетка весьма выраженно забирает из окружающей среды все метаболиты, которые связаны с энергетическими процессами, и, в свою очередь, выделяет аденозины, являющиеся конечным продуктом энергетического обмена, который связывается с соответствующими рецепторами на поверхности эффекторных клеток иммунитета и подавляет их функциональную активность. Ну и достаточно широко известный эффект ВАГОГО, который заключается в том, что опухолевая ткань, опухолевые клетки, они переводят свою биоэнергетику на уровень анаэробного гликолиза, в этом отношении клеткам нужна будет меньше кислорода и, соответственно, больше глюкозы, для того, чтобы они нарабатывали аденозин-3-фосфат, который будет использоваться в различных пластических процессах, ну и за счет вот этого эффекта ВАГОГОГОГО, значительно в опухолевом микроокружении повышается концентрация лактата, который является конечным продуктом анаэробного гликолиза, за счет того, что метахондрия функционирует значительно слабее, то лактат в большом количестве выделяется в окружающую среду и опять-таки рецепторными механизмами, метаболическими механизмами, эпигенетическими механизмами подавляет функциональную активность эффекторных клеток иммунитета. Исходя из этого, а, ну вот такой вот пример, который представлен на этом слайде, в связи с тем, что уже, как я уже говорил, исследование механизмов метаболической иммунодепрессии весьма активно начинает изучаться, вот представлен как раз такой пример на воздействие различных метаболитов, в том числе как раз и от того же лактата, аденозина, на клетки естественные киллеры, показано, что, во-первых, клетки киллеры, им уже будет не хватать глюкозы в опухолевом микроокружении, что будет снижать их функциональную активность, а аденозин и лактат воздействуют на рецепторы, метаболически воздействуют на клетки и подавляют в том числе их функциональную активность. В связи с этим мы поставили задачу исследовать, как изменится и фенотип моноцитов, сопопуляционный состав моноцитов, и функциональная активность на примере фагоцитоза у больных раком почки при инкубации с рядом метаболитов инвитра. Для этого забиралась кровь у больных раком почки, из крови были выделены классическими методами моноциты. моноциты инкубировались тремя метаболитами, это лактат, аденозин дифосфат и глутамат. Три вещества, два из которых являются с доказанной, что называется, иммуносупрессорной активностью и глутамат нами выбран в связи с тем, что он также опухолевыми клетками активно забирается из окружающей среды, используется в рамках инкубации. Белкового синтеза, в первую очередь, может также быть использован и в энергетических процессах. То есть, среда опухолевого микроокружения сильно объединена этим глутаматом. То есть, глутамат может обладать иммуноактивирующей активностью за счет того, что он легко проходит внутрь клетки, есть свои переносчики, есть свои рецепторы, он может воздействовать, и еще раз повторяю, включаться в энергетические процессы и на уровень белкового синтеза. Соответственно, выделенные моноциты в течение двух часов, инвитро повторяя, в условиях CO2-инкубатора инкубировались вот с этими веществами, и затем мы оценивали субпопуляционный состав и функциональную активность моноцитов. Субпопуляционный состав моноцитов представлен на таблице. Мы обнаружили, что вот в контроле, то есть те проба, та проба, которая без метаболического воздействия, здесь никакие вещества не добавлены в среду инкубации, уже у больных обнаружено повышенное количество классических моноцитов. И дальше, ниже, в таблице представлены результаты, то, что реализуется при воздействии лактата, динозиндифосфата и глутамата. При этом в правом, самым правом столбце, соответственно, представлены различия между контрольной группой и группой больных в сыроком почке, и звездочками обозначены статистически значимые изменения в количестве соответствующего типа субпопуляции моноцитов при инкубации соответствующими метаболитами. При инкубации с лактатом больных раком почки выявляется повышение процентного уровня классических моноцитов относительно контрольных значений, то есть это повышение сохраняется. Но при этом относительно контрольных показателей, то есть исходных показателей, которые, соответственно, были обнаружены при отсутствии метаболического воздействия, обнаружено также повышение классических моноцитов и снижение промежуточных моноцитов. При этом перераспределение субпопуляционного состава моноцитов за счет воздействия лактата инвитра также обнаружено и у лиц контрольной группы, то есть здесь механизм воздействия совершенно однотипный, что, в общем-то, еще раз характеризует такие независимые от патогенетических влияний результаты воздействия данного метаболита на общую фракцию моноцитов. При инкубации с аденозиндифосфатом в больных раком почки обнаружено повышение относительного количества классических моноцитов и снижение промежуточных относительно контрольных значений, и, у лиц контрольной группы, воздействие аденозиндифосфата и инвитра привело к понижению уровня промежуточных и не классических моноцитов относительно исходных значений. В результате инкубации моноцитов с глутоматом инвитро у больных раком почки наблюдается повышение относительного количества классических моноцитов и понижение промежуточных моноцитов относительно исходных значений, тогда как у лицконтрольной группы выявляется только снижение уровня промежуточных моноцитов. Таким образом, под воздействием метаболитов происходит и изменение в субпопуляционном составе, часть из которых выявляются и у лицконтрольной группы, что можно определить общими механизмами, естественными механизмами, независимыми от тех процессов, которые реализуются на системном уровне. При опухолевом росте, ну и часть являются характерными только для лиц с онкологическим заболеванием. В данной таблице мы представляем результаты исследования фагоцитарной активности. С помощью проточной цитометрии оценивали по фицмеченому белку, стафилококковому белку А, определяли фагоцитарный индекс, фагоцитарное число. Соответственно, обнаружили, что у больных при отсутствии метаболического воздействия относительно контрольных значений у больных раком почки снижается величина фагоцитарного индекса, а при этом фагоцитарное число растет, увеличивает, статические значения увеличиваются. Ну, то есть, соответственно, можно сделать вывод, что для классических моноцитов характерно снижение фагоцитарной активности на популяции в целом, но те клетки, которые все-таки вступают в механизмы фагоцитоза, они, в общем-то, проявляют подобную функциональную активность более выраженно. Также фагоцитарный индекс снижался и для промежуточных, и не классических моноцитов. При воздействии исследуемых метаболитов фагоцитарный индекс для всех популяций моноцитов у больных также был ниже, чем у лиц контрольной группы. При инкубации инвитра с лактатом и глутаматом у обследованных пациентов сохраняется повышенный уровень фагоцитарного числа для классических моноцитов. Воздействие лактата привело к увеличению увеличены фагоцитарного числа для промежуточных моноцитов, тогда как аденозин дифосфат вызвал снижение фагоцитарного числа для неклассических моноцитов у больных раком почки относительно контрольного уровня. При инкубации с глутаматом инвитра у больных раком почки обнаружено повышение фагоцитарного индекса для субпопуляции промежуточных моноцитов относительно исходных значений, тогда как воздействие аденозин дифосфата приводит к снижению фагоцитарного индекса для субпопуляции классических моноцитов, но повышается фагоцитарный индекс для субпопуляции промежуточных моноцитов. То есть, иными словами, глутамат действительно стимулирует, особенно как раз у больных раком почки, фагоцитарный индекс относительно исходных значений, хотя он, в общем-то, не достигает контрольных значений в этом случае, в то время как аденозин дифосфат также еще и инвитра в том числе способен подавлять фагоцитарную активность моноцитов для всех субпопуляций. Таким образом, у больных раком почки увеличено содержание классических моноцитов изначально, то есть, что называется, в контрольных значениях, без каких-либо метаболических воздействий. Функциональная активность при этом также характеризуется сниженным количеством клеток, вовлеченных в процесс фагоцитоза, но с повышенным значением фагоцитарного числа. Фракции промежуточных и неклассических моноцитов у больных также характеризуются пониженными уровнями клеток, вовлеченных в фагоцитоз. Инкубация с метаболитами, такими как лактатом, аденозин дифосфатом, глутаматом, вызывает однотипное изменение соотношения субпопуляций моноцитов у больных раком почки. Это повышение уровня классических и снижение содержания фракции промежуточных моноцитов, но различные со стороны их фагоцитарная активность. То есть, изменения в популяционном составе, в общем-то, однотипны, но в то же время на функциональную активность глутамат действует именно стимулирующий, а лактат и аденозин дифосфат именно проявляют более ингибирующую функцию. Повышение доли менее зрелых моноцитов при онкологическом заболевании может стимулировать их дифференцировку в более толерогенные гендритные клетки, что, безусловно, в целом может достаточно плохо проявляться на уровне специфического противоопухолевого иммунитета. Ну и необходимо отметить, что все метаболиты, которые были изучены, они в том числе, ну вот, прежде всего, ингибирующие, естественно, в первую очередь, их концентрация будет повышаться и на системном уровне, поэтому действительно воздействовать вот подобными же механизмами на моноциты крови больных уже непосредственно в кровотоке. Исследование было выполнено коллективом авторов, которые представляют различные организации в городе Красноярске, и в том числе в городе Санкт-Петербурге. Наша особая благодарность нашим пациентам, принявшим участие в исследовании. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Всем еще раз здоровья, успехов. Спасибо.